Расскажите, пожалуйста, почему вы сюда приехали, откуда берется ваш энтузиазм в отношении блокчейн, на каком языке, на русском, лучше на английском. Здравствуйте, я Артем Толкачев, возглавляю юридический отдел в Дилойте, уже 4 года занимаюсь криптовалютами и, собственно, интересуюсь юридической поддержкой ICO и различных криптовалютных проектов. Технология, мне кажется, очень интересной, она мне особенно интересна как юристу. Я вообще восхищаюсь перспективами новой экономики, бизнес-моделей, которые она открывает. В общем, рад входить в это сообщество и помогать различным компаниям внедрять новые технологии в их бизнес. Рад знакомству. Еще раз, Артем. Здравствуйте, я Сергей Шалом, вице-президент по развитию бизнеса MobileGo. Я увлекаюсь играми, я родом из гейм-отрасли. Благодаря блокчейну я четко теперь понимаю, как именно я буду менять этот отрасль вместе с своей командой. Собственно, в блокчейн-отрасли многие люди представляют себе, как мир нужно менять, а мы его уже меняем, чем я очень горжусь. Любимая игра какая? Любимая игра? Pixel Wars. Она еще не вышла, выйдет этим летом. А, любимая игра это та, которая еще не вышла? Это редкий ответ. Меня зовут Паула Таска. И, как я уже говорил, я экономист из лондонского UCL. Я когда-то был по ту сторону баррикад, работал в немецком Центробанке, а сейчас снова вернулся в блокчейн-сообщество, чему очень рад. Мне кажется, что Россия наравне, наверное, с Китаем сделала большую ставку на эту цифровую трансформацию. И я приехал сюда для того, чтобы учиться умных людей. А и тот, и другой работают? Да, вы можете передать микрофон. Меня зовут Миколами. Я тоже, кстати, раньше в гейм-отрасли работал 6 лет. Занимался, собственно, созданием модели образования для финских геймеров, видимо, в смысле гейм-разработчиков, игрописцев. И на самом деле пересечений между этими технологическими сферами достаточно много. Для того, чтобы поменять мир и изменить целую отрасль, требуется гигантский творческий заряд. Так, я Саша Иванов, основатель Waves Platform. Мы занимаемся платформой, которая позволяет вам легко создавать блокчейн-токены. На этой платформе, собственно говоря, многие проводят ICO. Вот ведь Сергей Шалом, парень скромный. Не стал говорить вам, что именно он поднял 53 миллиона долларов. Это крупнейшее ICO в истории человечества. Можно и поаплодировать такому делу, конечно. Надеюсь, он нам больше про него расскажет. Чем мы занимаемся? Мы пытаемся создать стабильное, открытое блокчейн-решение для мировой экономики и параллельно эту мировую экономику поменять. Спасибо большое. Круто. Спасибо. Мне вот сказали, что есть еще один докладчик. Вот у нас там как раз свободное место. Пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Теперь объясните, пожалуйста, какую роль для вас играет блокчейн. Блокчейн. Вот. И если будет друг к другу спорить, драться, там, как, не знаю, затопщите друг друга по ходу, это еще лучше будет, еще веселее. Пожалуйста, кто начнет? Смелые есть? Спрашиваешь про ценность технологии или про что? Про личную ценность технологии, скажем так. Блокчейн меняет парадигму технического развития человечества. Как тебе такой ответ? У нас есть история технического развития централизованного. Вот таким оно было 5000 лет. Был, знаете, управляющий центр, который контролировал весь процесс. То есть была голова, которая контролировала тело. И сейчас появилась парадигма, которая все поменяет. Мы находимся на пороге новой эпохи. Эпохи децентрализации. Есть технологии, которые смогут существовать, как бы, объективно, без контроля. Пожалуйста. Мика. Во-первых, все, что сказал Саша. А во-вторых, блокчейн означает, что уже не остается никаких отмазок. И, знаете, сейчас уже нельзя сказать, знаете что, мы будем по старинке все делать. Блокчейн открывает перед нами возможности, которых раньше просто не было. Блокчейн нас вынуждает двигаться вперед и действовать темнее. Во-первых, я полностью согласен с предыдущими докладчиками, но хочу добавить следующее. Деньги будущего – это не кэш, не наличные, а наши персональные данные. Ну, часто говорят, что данные – это нефть завтрашнего дня. А блокчейн – это технология, которая позволит нам сохранить контроль за собственной цифровой идентичностью, за собственными данными. И позволит нам принимать решение о том, чем мы хотим делиться, а чем не хотим делиться и с кем. И это, мне кажется, самым интересным будущим вариантом применения блокчейн-технологий. Во-первых, я полностью согласен с остальными. Во-вторых, я тоже считаю, что блокчейн должен взорвать большое количество бизнес-моделей, регуляторных моделей тоже. И мне в этой связи очень интересно наблюдать за тем, как сильно меняется нормативно-правовая среда под воздействием блокчейна. Хочешь ли ты что-нибудь добавить? Вы как-то очень легко открутились. Давайте я вам гораздо более сложный вопрос теперь задам. А то мы тут много говорили о криптовалютах. На ваш взгляд, может ли блокчейн отменить запрос на валюту вообще? Сделать привычные нам валюты ненужными? Если да, то как и почему? Нормально, что представитель банка отвечает на этот вопрос? Да, пожалуйста. Ну вот, следующей концепцией будет концепция ValueWeb. Это исходить из следующей стадии развития финтеха. Идея здесь такая, что есть какая-то ценность, заложенная в блокчейн, которая не измеряется только деньгами. То есть, будут какие-то провайдеры, которые будут оценивать реальную ценность какого-то физического актива, находящегося не внутри блокчейна, а в реальном мире. Отражаться эта ценность может разными способами. Подчеркну, что валюта, деньги – необязательный ответ на этот вопрос. Для того, чтобы определить эту ценность, для дальнейшего использования, нужна договоренность между основными участниками этой B2B-ст. То есть, члены какой-то, не знаю, ассоциации и консорциума должны договориться о возможности использования этого общего мерила. Скажем, я выпускаю, не знаю, акции, которые могут номинироваться в разных валютах. Вот здесь говорили про разные ICO. Но согласитесь, можно же номинировать ICO, ну, вообще можно номинировать ваши проекты, диноминировать. Не обязательно в монеты, не знаю, в кукурузе, что же можно номинировать. Главное, чтобы это договоренность всех устраивало. Есть ли кто-то, кто считает, что это невозможно? Я считаю, это возможно. Я думаю, мы можем вернуться к схеме, в которой у нас золото или какой-то другой биржевой товар будет основополагающим в экономике. У вас может токен быть привязан к золоту, к какому-то другому биржевому товару. Помните, был в свое время краудфандинг на ферму в Московской области. Вы можете сделать базой для токена этой фермы кур, например, или яйца. Ну, здесь присутствующие люди, наверное, хорошо знают этот проект. По-моему, очень прикольная история. Очень прикольный был краудфандинговый проект, и люди в него вкладывались не в надежде деньги заработать, а, по-моему, в надежде поучаствовать в страшно прикольной истории. Блокчейн здесь, конечно, открывает новые возможности. И здесь аналогом денег могут выступать самые разные товары. Есть еще одно более техническое решение, при котором у вас криптографический токен имеет стабильное значение, стабильную ценность. Это то, что часто называют стейблкоин или стабильной монетой. Собственно, BitShares, мне кажется, пытался подобную концепцию реализовать, у них не получилось. Пытались они создать криптографический токен, который по умолчанию, по своей архитектуре имел бы неволатильную ценность. Не знаю, насколько эта задача вообще решаемая, но если ее кто-то решит, это будет круто, это будет настоящая революция. Здорово, если вы можете на основе одной только царицы наук математики, без участия маркетмейкеров, сделать такой стабильный продукт. То есть вы говорите, что можно на ICO вывести все, что угодно. Конечно, можно так вот токенизировать кур, гусей, золото, нефть. Есть идеи токенизации неликвидных рынков. Ну, например, есть рынки некоторых металлов, вроде кобальта, совершенно неликвидные. Вводя на него токены, вы можете его сделать гораздо более ликвидным. Ну, вам все, что нужно, это токены и шлюз, какую-то криптовалютную систему. Вы создаете новый класс финансовых инструментов, которые очень легко выпускать, очень легко обслуживать, и у вас нету никаких сложностей регуляторного плана. И вам не нужно тратиться на инфраструктуру. Раз уж вы сами упомянули ICO, было бы здорово сейчас расспросить Сергея, что принесло успех вашему ICO. Сергей, знаете, меня все чаще и чаще спрашивают об этом, надо было уже привыкнуть. Было бы приятно, если бы мне задали этот вопрос, не знаю, полгода назад, когда я со сцены на биткоин-конференциях пытался рассказывать о том, что мы собираемся делать. И нам что-то никто, знаете, не верил тогда. А сейчас-то всем стало интересно, все хотят узнать секрет успеха, а секрет очень простой. Нужно правильно проводить краудсейл, нужно четко объяснять, что у вас за продукт, не делая особого упора на том, сколько денег вам нужно. Нам на самом деле денег так много не нужно для успешной реализации наших планов. Это совершенно очевидно. У нас переоцененное ICO, однозначно. Не потому, что мы его как-то там особенно продвигали, не потому, что мы нащупали какую-то особую кнопку на теле инвесторов. Спасибо вам, кстати, за возможность про все это рассказать. Мы что-то особенного, ничего не делали. Все, что у нас есть особенного, у нас особенный продукт. Ну, у нас отличная команда, уверенные в том, что нужно делать люди. Не хочу никого обидеть, но то, что мы придумали, это не еще какой-то там очередной блокчейн, а продукт, который может мир поменять. Ну, хорошо, может, не полностью, но целую отрасль. Наверное, этим-то и объясняется наш действительно выдающийся успех. Мы, конечно, гордимся. И сумма, которую мы подняли, открывает перед нами возможности, которые нам казались для нас будут закрыты первые несколько лет. Многие проекты, которыми мы сейчас занимаемся, мы даже и не упоминали изначально в своем white paper. А сейчас просто мы больше вещей поставили в pipeline. Денег слишком много? Слишком много? Все зависит от того, как вы собираетесь эти деньги тратить. Мы будем тратить эти деньги на продукты, маркетинг и пиар. Я вот работал достаточно много с стартапами. И так сейчас, к сожалению, устроен стартап, что компании оцениваются по тому, сколько денег они подняли, а не по тому, сколько они зарабатывают. Успешными считаются те, кто очень много денег поднял. Вот взять тот же Uber. Сколько они подняли? Сколько они зарабатывают? Они теряют каждый год 2 миллиарда долларов. 30 лет назад все говорили бы, говно компания. А сейчас все Uber-ом восхищаются. И как только стартапы поднимают огромные деньги, они их начинают тратить на всякую фигню. Вот вас не беспокоит эта ситуация, что у вас денег так много? Я не беспокоюсь. В этом бизнесе нет ничего важнее доходности инвестиций. Собственно, каждая копейка, которую вы используете, должна идти на дело, должна приносить максимальную отдачу бизнесу, а значит и инвесторам. Если у вас есть четкая модель, описывающая, как именно вы эти деньги поставите на службу инвесторам, ни одна копейка лишней не будет. Вы просто быстрее выходите на плановые показатели. Мы не оцениваем свою компанию, потому сколько денег мы подняли. К нам уже приходит большое количество венчуров, но нам это уже неинтересно. Наша задача поменять игровую отрасль. Отрасль, которую я знаю хорошо, в которой я работаю давно. Я знаю большое количество ее слабых сторон. И многие из этих слабых сторон мы собираемся снять, скажем так, своим продуктом. Благодаря блокчейну. Этот год у нас будет полон очень интересных вещей, проектов, объявлений. Хотите что-то добавить? Я хочу добавить кое-что, потому что сказал Сергей. Вот Сергей говорил о том, как нужно проводить краудфандинговые компании. У Сергея очень активное сообщество, хороший рабочий продукт. Его команда была очень открытой. Это прекрасный действительно пример. Я думаю, далеко пойдут, ребята, кстати. Мне кажется, что всем стартаперам, интересующимся ICO, нужно изучить опыт MobileGo. Спасибо. Я могу подтвердить, что мы очень много средств инвестировали в разработку платформы, в укрепление команды, в формулировку видения и когда мы пошли уже на краудсейл, мы предложили своим фанатам принять участие в нашем построении общего этого светлого будущего. И мы честно сказали, 50% всех собранных денег пойдут на маркетинг и пиар. Не то, что, знаете, мы пришли с PowerPoint и словами «помогите нам превратить бумажку в продукт». У нас уже был продукт. Мика? Хочу прокомментировать выступление Сергея. Ну вот вы говорили, что продукт хороший. Я думаю, вам нужно будет придумать другое объяснение. Людям всегда хочется услышать что-то о секретной формуле успеха. Не надо вот рассказывать о том, что вы им долго вкалывали. Это недостаточно волшебно звучит. Это правда. А я не думаю, что там была какая-то секретная формула успеха. Момент выбрали верно. Это правда. Наверное, нужно этот момент признать, Сереге. Правда, продукт очень хороший и уже работающий. Это очень успешная комбинация. То есть здесь особых волшебных секретов и правда, разве что он есть и он какой-то особо не публичный. Круто. Следующий вопрос к вам, коллеги. Правильно было бы про будущее поговорить. Каким вам видится ваше будущее? Вам может сказать, что вопросы у меня похожи. Интересно узнать что-то о планах на будущее компании Сергея, компании Мики, других компаний. Каким вам видится, другими словами, будущее блокчейна? Может быть, какие-то интересные примеры у вас на недавней практике есть, которые вы захотите вдохновить аудиторию? Что касается популяризации технологий, нужно понимать, что есть у нас фантастические какие-то примеры, которые рядовым пользователям, несмотря на свою фантастичность, неизвестны. Когда у вас будут какие-то крутые истории, я не знаю, холодильники, подключенные к блокчейну, которые лучше охлаждают. И это уже, знаете, тема, понятная рядовому гражданину. Ее нужно использовать для популяризации блокчейна. Мы с вами продолжаем рассказывать про блокчейн так, будто это, знаете, звездная пыль. Волшебная штука для посвященных. До тех пор, пока мы так к блокчейну относимся, нам очень трудно продать идею блокчейна, рядовым гражданам. Мы должны продавать, короче говоря, преимущество блокчейна, а не саму технологию. Давайте теперь дадим возможность слушателям задать вопросы. У вас наверняка они уже появились. Вопросы могут быть на любую тему. Главное, не давайте спуска докладчикам. Пожалуйста. Вот вижу руку прямо в первом ряду. Сергей, вопрос к вам. Меня зовут Евгений. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о вашей компании на момент до начала подготовки к ICO, как вы проводили пиар. Какое у вас было медийное покрытие, как вы взаимодействовали с аудиторией, кроме участия в конференциях. Спасибо, Евгений. Сразу скажу, ничего особенного мы не делали. Ну, вы понимаете, что игровые кредиты, как валют, существуют уже больше трех лет. У Game Craze достаточно большое свое сообщество. И это наша была отправная точка, если хотите. Чем больше мы работали, тем больше мы объясняли, что такое игровые кредиты, как будет устроен наш магазин, тем больше у нас появлялось амбассадоров, людей, которых заражали наши идеи, и они начинали про них рассказывать. Я регулярно наталкиваюсь на ролики на YouTube абсолютно незнакомых мне людей, которые рекламируют Mobile Go. И говорят, это прям абсолютно новый мир. Никто там, замечу, ничего не говорит про блокчейн. Это ровно то, о чем говорил Мика. Люди продвигают продукты, которые им нравятся, абсолютно наплевав на фундаментальную для этих продуктов технологию. Конечно, наш пиар опирался на эти процессы. Вот мы даже сформулировали миссию, массивный, так сказать, переход на крипту, видимо, да, в игровой отрасли, криптографию в люди. И мне кажется, что здесь лучшая точка входа это действительно игры, потому что, я думаю, все присутствующие в игре играют. Мы знаем, как подталкивать людей к использованию технологий, к тому, чтобы просто попробовать какую-то новую фишку. В общем, все это вместе обеспечило выдающийся результат. Ничего особенного, ни с точки зрения работы с каналом, ни с точки зрения пиара не было. Вы наверняка видели наши баннеры там же, где вы видели баннеры других компаний. Евгений, к сожалению, мне нечем уникальным с вами поделиться. Вот там вопрос. Мужчина в розовой рубашке. Спасибо. Я Валентин Преображенский. Я запускаю блокчейн-платформу для банков, на которой банки смогут продавать свои активы, кредиты, например, другим банкам или инвесторам. Как вы считаете, как лучше всего привлечь внимание, мне привлечь внимание, лидеров этой части блокчейн-сообщества? Нужно мне действительно создать экосистему вокруг своего проекта. Что вы порекомендуете? Давайте я попробую ответить на этот вопрос. Мобайл Гоу, на мой взгляд, это фантастический пример того, что нас ждет в ближайшем будущем. Уже началась четвертая промышленная революция. Происходит тихий сап и каждый день. Сообщество, в случае Сергея, является не только потребителями, но и инвесторами. И плюс к этому они же еще и продвигают продукт, Сергея. Это чистой воды просьюмеры, профессиональные потребители, точнее, потребители-профессионалы. И в этом, можно сказать, сильная сторона блокчейна состоит. Возвращаясь к вашему вопросу. Финансовая отрасль очень специфическая. Во-первых, это один из самых жестко регулируемых рынков в мире. И, собственно, главный вывод из этого состоит в том, что вам нужно общаться, на мой взгляд, с регулятором. Я уже упоминал консорциум R3. В него входит больше 70 банков. Они очень плотно работают с регулирующими органами. У них есть чуть ли не сотня проектов. Корда – один из них. И каждый из этих проектов, они обсуждают с регуляторами для того, чтобы гарантировать, что, собственно, стороны регуляторов никаких претензий к ним не будет. Надо сказать, что в последние годы регуляторы вели себя в целом цивилизованно и человечно. Зачасту регуляторы даже как-то поддерживают стартапы, дают им песочницы, в которых стартапы могут экспериментировать со своими продуктами. Ну, пусть, согласитесь, пусть они лучше с ними в песочнице играют, а не на живом рынке. Конечно, никто с вас не снимает ответственность за образование регуляторов. Это здорово – обучать регулирующие органы и представителей правительства. Но есть и другой подход. Он состоит в том, чтобы найти бизнес-процессы, которые можно будет кардинально улучшить. И тогда банки сами на них перейдут, потому что это будет супервыгодно. Можно же обрабатывать тысячи сделок без какого бы то ни было взаимодействия с регулятором. Ну вот, скажем, банкам нужна возможность для продажи вне балансовых, за балансовых кредитов. Слушайте, ну тогда, мне кажется, вы уже имеете ответ на свой вопрос. Встречаетесь с банками на конференциях. В финтех мероприятий много, их все можно найти в поисковике. В Европе каждый день что-то происходит. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Есть ассоциация финтеховская. Сайт уже работает, поддерживает ее Центробанк. Там есть раздел «Вопросы и ответы» на этом сайте. Вы можете вообще связаться с пресс-службой финтех-ассоциации, и вам там дадут выход и на регуляторах, и на банки. На самом деле, то, что вы описали, уже падает в сферу наших интересов. Мы сейчас какие-то конкретные юзкейсы обсуждаем с регулятором и понемножку грузим в блокчейн, смотрим, что получается. Спасибо большое. К сожалению, мы вынуждены у вас отнять микрофон, дать возможность другим людям вопросы задать. Вот мужчина возле камеры. Хотел бы узнать, а вот развитие криптовалюты в будущем может привести тогда к исчезновению наличных денег? Как вы считаете? А мне кажется, уже был этот вопрос, нет? Просто на самом деле. Но его, наверное, уже спрашивают последние два дня очень часто. Не знаю, что происходит. Знают, что происходит. Итак, вопрос действительно был. Это один из факторов, но он не повлияет на отказ от наличности. Наличность сама по себе, она существует по ряду причин, на самом деле. На текущий момент. Одно из которых удобство или доверие пользователей к финансовым сервисам, готовность инфраструктуры. А так постепенно же можно убрать наличность, то есть сказать, удобно пользоваться электронными деньгами и сделать ID, допустим, привязать к каждому человеку ID, счет, а потом что там, новый мировой порядок. А потом можно процессор вживить в человека. Нет, если говорить серьезно, то на самом деле есть разные роды пользователей, которым удобно одно направление, другое. Есть ограничения, допустим, с кошельками. Вы можете потерять кошелек и потеряете все электронные свои деньги. То же самое. Есть кибер-риски, которые на текущий момент ограничивают массовое использование технологий для обычных пользователей, ну и так далее. То есть это все нужно как-то закрывать. Это позволяет, ну, с точки зрения, с помощью регулятора, усилий игроков и так далее. Если это сделать так, то, наверное… То есть вы считаете, что наличные деньги не пропадут, да? Я думаю, ну, сразу это бессмысленно ожидать, конечно. А через сколько? Мне кажется, 2030 год ответит на этот вопрос. Можно готовить. Это тот город, который вот за этой сингулярностью находится, по всем предсказаниям. А как вот… Извиняюсь, давайте шанс другим людям тоже дадим. Я отвечу тоже на этот вопрос. Кэш дает анонимность, правильно? С этим вряд ли кто-то будет спорить. Есть анонимность, заложенная, что ли, в наличные средства. Бывают анонимные цифровые средства. Поэтому наличные средства так или иначе останутся. Ну вот, Zcash – это первая анонимная система такого рода. Будут, конечно, и другие. Я не думаю, что наличные средства уйдут. Потому что потребность в анонимных платежах остается. Никуда не денется. Очень убедительно прозвучало. Пожалуйста. Алексей, в продолжении вопроса хотел… Молодой человек, да, хотел бы продолжить идею. Какое будущее нас ждет по биткоинам? И как вы считаете, что текущая его цена, он переоценен или он недооценен? В общем, что нас ждет? Насколько я понимаю, текущий взлет цены на биткоин связан с его легитимизацией в Японии. Вот вам пример того, что происходит в случае легализации криптовалюты. Есть сейчас еще какая-нибудь страна сделает легальную криптовалюту. Думаю, будет очередной подскок. Начинается массовый переход на эту криптовалюту. До этого мы наблюдали периоды высочайшей волатильности. Я думаю, что такой волатильности мы больше уже не увидим. Были какие-то расчеты, показывавшие, что когда биткоин будет стоить около 4 тысяч долларов, он по волатильности сравняется с основными валютами. А до этого момента не так долго, я думаю, осталось. Я думаю, что биткоин со временем станет одной из ведущих мировых валют. После того, что сделала Япония, я считаю это неизбежным сценарием. Я читал тот же самый отчет. А еще был похожий отчет, где была похожая цифра, но еще один был ноль. 45 тысяч получалось там. Есть ли какие-то заключительные комментарии с других диванчиков? А то нам нужно понемножку уже закругляться. Есть ли возможность еще как-то прокомментировать? Может быть у вас друг к другу вопросы какие-то есть? Давайте минут 5 пообсуждаем ICO и их будущее. Потому что ICO, по-моему, сейчас самая такая горячая тема. Что вы думаете о будущем ICO? Будут они легальными? Будут они нелегальными в случае, если регуляторы решат их как-то задавить? Артем, можно с тебя начать? Спасибо за вопрос. У меня как юриста особо приятно на него ответить. Вся эта история с ICO очень любопытная. Потому что компании поднимают огромные деньги в абсолютно нерегулируемой сфере. Их деятельность нигде не прописана. Никакого контроля за ними нет. И понятное дело, что регуляторы всех стран пытаются в этой теме как-то теперь разобраться. пытаются они, с одной стороны, защитить интересы граждан. Потому что любой регулятор хочет в случае возникновения каких бы то ни было проблем заявить... Так это же нелегальная была история. Мы всех предупреждали. Так что я думаю, что в ближайшем будущем нынешняя малина закончится. Ну, если считать малиной, то факт, что ее сегодня не регулируется. Думаю, что и в Европе, и в США, и в Азии, и даже в России регуляторы уже активно обсуждают, что именно можно сделать. Думаю, что будут в ближайшее время введены запреты на проведение в нерегулируемой сфере ICO. То есть сейчас можно очень интересные места и безумные вещи вытворять, но эта история продолжаться долго не будет. И я так считаю, во всяком случае. Хочет ли кто-то добавить что-нибудь? Можно короткий комментарий? Как вот вы говорите, регуляторы пытаются защитить граждан от последствий их же решений. Мне кажется, любому собирающемуся выйти на ICO про это нужно помнить. Вы, идя на краудфандинг, должны ставить перед собой две задачи. Как можно быстрее допилить продукт и как можно быстрее вернуть деньги инвесторам. Это верно для нас, я думаю, это верно для всех остальных. Не сомневаюсь в том, что регуляторы ужесточат свои правила, но это не означает, что краудфандинг исчезнет. Сценарий тот же самый. Пацан сказал, пацан сделал. Ваши планы должны быть реализованы, и вы должны не подвести доверие своих инвесторов. Должны его оправдать. Мне кажется, что если регуляторы увидят, что все получается хорошо, они должны быть довольны. Знаете, никогда так не бывало, чтобы инновации рождались со стороны регуляторов. Это нормально. Регуляторы не для этого нужны. Мы с вами уже наблюдали интересное ICO, будем наблюдать какие-нибудь ICO в Кубе. У регуляторов своя кривая обучение. Регуляторы уже осознали, что очень велик разрыв между жизнью реального рынка сегодня и тем, что заложено в законодательстве. Они пытаются эту дыру заткнуть сейчас, как-то залатать. Я много работаю с регулирующими органами и стараюсь не дать им, что ли, возможности задавить инновации, которых они не понимают. Больше того, те же самые технологии могут очень здорово пригодиться регуляторам в деле отслеживания того, что происходит на финансовых рынках. То есть я в целом очень позитивно воспринимаю эту ситуацию. Я думаю, что регуляторы, конечно, могут попробовать ужесточить контроль в этой сфере, но я не думаю, что, не знаю, они будут закрывать конкретные рынки. Ну как, не знаю, биткоин же не закрывают. Но было какое-то количество дурацких экспериментов, как в Америке пытались лицензировать эту деятельность. Но мне кажется, отрасль свои выводы сделала. В своем проекте я сделал два наблюдения. Во-первых, нужно очень внимательно изучать систему контроля управления внутри своего проекта. Нужно быть максимально простой, так, чтобы внешний наблюдатель тоже все мог понять. И с другой стороны, нужно плотно работать с регулирующими органами, показывать им, чем вы занимаетесь, и показывать, какую пользу вы можете принести регуляторы. Если вы эту задачку решить не можете, вам трудно обеспечить светлое будущее своему проекту. Подрывные инновации – это здорово, важно и модно. Но мы с вами работаем не для того, чтобы про нас написали в книге рекордов Гиннесса, а для того, чтобы наши решения внедрили в отрасли, которая живет по определенным правилам. А это значит, что система должна быть прозрачной, подконтрольной и понятной регулятору. Я думаю, что все зависит от нас. Все зависит от того, какие проекты мы сейчас реализуем. Если нас интересуют только деньги, ну, значит, рано или поздно по нашу душу придут регуляторы и нас закроют. Слушайте, это же происходило в свое время на фондовом рынке США. И так в итоге возникли жесточайшие правила, диктующие работу на фондовых рынках по всему миру. Возникли они после того, как специалисты нажились на неспециалистах. Если же мы будем действовать ответственно, если мы будем поднимаемые деньги направлять на создание полезных продуктов, все будет хорошо. Короче, все зависит от нас. Можно я пару мыслей добавлю? Я знаю одного человека, который сейчас финтехским одним проектом занимается, но до этого он занимался управлением очень проблемными активами. И я вообще достаточно много вижу банкиров из традиционных банков, которые сейчас пересключаются на цифровые проекты. Мне кажется, это очень полезный процесс, потому что эти люди могут привнести, скажем, в процесс ICO очень полезные навыки, которых там пока не хватает. К сожалению, надеюсь, никого не обижу, когда скажу, что айтишники, разработчики обладают массой замечательных навыков, но они не умеют оценивать в деньгах продукт для клиентов. А вот специалисты по Карпфину, например, даже своим фактом своего присутствия будут давать дополнительную уверенность завтрашним неинвесторам. Они легитимируют этот бизнес. Слушайте, спасибо вам огромное. Давайте еще раз всем поаплодируем. Спасибо вам большое за участие. День был долгий, интересный. Я в заключении хочу сказать несколько слов. Вы заметили, что эта конференция, по сути-то, возникла относительно быстро. Ее собрали за несколько недель. Я хочу вам сейчас рассказать про Слаш. Кто слышал про Слаш? Ага, один человек знает Слаш. Ну ладно. В стартап-среде обычно все узнают это название. Сейчас на конференцию Слаш в Финляндию съезжается по 20 тысяч человек, а 6 лет назад буквально полтора инвалида приходило. Один из моих сооснователей был также сооснователем Слаша. И я, собственно, тоже там участвовал в одних из первых сборей. Все хорошо помню. Начинал все очень скромно. Это у вас, видите, здесь красиво. Все хорошая площадка, вкусная еда. Но Слаш себе с самого начала ставил задачу быть непохожим на остальных. И это при том, что все остальные игроки в Финляндии говорили, мы хотим, чтобы у нас возникла следующая Кремниевая долина. А чем меня восхищает ребята из Слаша, так это тем, что они сказали, знаете, мы вообще в Финляндии. Тут у нас грязно, мокро, Слаш, собственно, переводится, как слякоть, вот эта вот смесь, прошу прощения, да, дождя со снегом. И в итоге у них появилась крутейшая конференция, на которую едут самые уважаемые хедлайнеры. Не моя конференция, они по сути мои конкуренты, но я им восхищаюсь, с удовольствием про них рассказываю. В общем, ребята сразу поняли, какие у них есть недостатки. Они сразу поняли, что построить Кремниевую долину в стране, где круглый год ноябрь невозможно. Но на энтузиазме и четком понимании своих сильных и слабых сторон можно все равно многое сделать. Ну, может, там не всех докладчиков Водороса они собирают, но очень крутых докладчиков. Я что хочу сказать. Я готовился, когда к этой конференции, я почитал список докладчиков на других блокчейн-конференциях. Они же все одних и тех же людей зовут. И мне кажется, что вам очень повезло, что у вас здесь собралась первая в истории организаторов конференция по блокчейну. Это круто, что вы смогли собрать представителей самых разных отраслей. Очень интересно. Были какие-то заминки. Еще раз прошу прощения за целование мощей, которое помешало кому-то присутствовать сегодня или приехать вовремя. Но вы очень правильно сделали, что пригласили кучу народа, которые занимаются чем-то непривычным для этой отрасли. Будь то контейнеры, холодильники или что-то еще. Вот Эллен Маск очень часто говорит, что он добивается успеха потому, что сводит идеи из разных отраслей. И в этой плоскости лежит его основной талант. И мне кажется, что если вы продолжите работать в этой логике, блокчейн действительно очень и очень радужное будущее. А если вы продолжите работать в таком инсулярно маленьком мерке, вряд ли что-то интересное из блокчейна выйдет. Спасибо огромное и организаторам, и спикерам, и добровольцам, которые, волонтерам так много, собственно, вами занимались. Ну и всем тем, без кого бы эта конференция так круто бы не прошла. Спасибо большое. И, пожалуйста, не уходите сразу. Можно еще с людьми пообщаться, завести какие-то полезные знакомые.